Приветствую вас. Я думаю, что по такой традиции небольшой, я вначале немножечко расскажу о зависимости и о том, как она отправляется вообще и так далее. Значит, среди всего хотелось бы сказать, что мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович описал вам все максимально лаконично, профессионально и точно, вот, и я предлагаю в целом вам ориентироваться именно на эту картину, на эту интерпретацию того, что сейчас происходит, потому что она является наиболее точной. Вот. Значит, любовная зависимость, да, тут вот, у вас именно она есть, возникает из-за трех основных причин, по трем основным причинам, точнее. Ага, значит, первая причина, это идеализация человека, то есть, приписывание ему тех качеств, которых у него нет, и быть не может, но качество все равно приписывается, потому что у того, кто приписывает качество, есть определенные желания, определенные потребности, и эти потребности и желания проявляются вот в такой фулл форме. Это первое. Второе. Второй аспект. Это страх одиночества. То есть, по сути дела, по сути дела, человек, не только вы, любой человек, оказавшийся в вашей ситуации, думает, что другого, такого он не найдет, что еще он останется один. Что он будет один, что ему будет тяжело, что никогда больше никого не встретит, никогда больше никого не полюбит и так далее. Вот. В основе данного момента лежит страх одиночества. Возможно, экзистенциальная позиция о том, что я не достоин любви, не достоин отношений, не достоин быть счастливым. Возможно, здесь проявляется позиция родителей по поводу запрета на счастливые отношения, но это только возможно, это не факт. Третья причина, по которой появляется зависимость, это восприятие положительных, по вашему мнению, в качестве человека. То есть, иными словами, вам хочется, чтобы те качества, которые есть у человека, были у вас. И поэтому вы и так не гасеете к нему. Мы же те качества, которые есть у него, нет у вас. Тех качеств, которые есть у него, нет у вас. И из-за этого вы не можете от него как бы отойти. При любовной зависимости рекомендуется, конечно же, идея идеализации, принятие себя. Это безусловно. Но самое главное, это личностный рост. Понимаете? Самое главное, это личностный рост. Самое главное, это развитие. Самое главное, это свои собственные цели. Самое главное, это получение новых впечатлений даже через силу сейчас. Самое главное, это не замалчивание тех чувств, которые у вас есть. Вот. И самое главное, это исключение всего, что напоминает об этом человеке. Конечно, важно здесь работа и с потребностной сферой. То есть, например, вот вы пишете, да, что... Значит, ну кризис это понятно, да. Кризис это когда привычная модель поведения не принудит результатов. Это понятно. Вот. Заново начать радоваться жизни у вас не получится. Это иллюзия. Если вы радоваться жизни перестали, значит, вы не радовались ей никогда. На самом деле. А это значит, что, так как раньше радоваться жизни, вы уже не сможете всего того, что у вас есть опыт, у вас измененная картина мира и, соответственно, думать и надеяться о том, что вы вернетесь в прошлое, да, это наивность. Это детская наивность. Поэтому заново начать радоваться жизни у вас не получится. А вот видеть новые радости в жизни очень даст. Ну вот. То есть, вы бежите найти достойного мужчину. Вот эту цель вызывает самые большие вопросы, потому что не может быть мужчина самоцелью. Не может быть мужчина предметом желания. Не может быть. Таким образом, вы уже, таким образом, вы снова погадите в зависимости, потому что вы будете искать достойного мужчину, а найдя его, будете, соответственно, держаться у него. Цель и основное свойство незамисимого человека – это его личностный рост, личностное развитие, самодостаточное. А вы, коли хотите найти достойного мужчину, самодостаточное назваться не можете. Ну, это и понятно, потому что у вас кризис, зависимость и так далее. Вот. Дальше. По поводу депрессии. Может, мне не совсем понятно, Дарья, как именно вы диагностируете депрессию себя, да? Ну, то есть, что конкретно вы делаете для того, чтобы диагностировать у себя депрессию, потому что депрессия – это заболевание, да? Диагностирует врачом, психотерапевтом, психиатром, либо клиническим психологом. Вот. Значит, ну, если у вас есть подозрение на депрессию, то лучше бы вам обратиться к врачу, и, значит, чтобы вас освидетельствовали, чтобы вы как-то вот знали, что с вами происходит. Вы знали, что у вас депрессия или просто депрессивное состояние. Если у вас просто депрессия, то психотерапевт вам не нужен. Будет достаточно просто психолога. Если у вас депрессия, то тогда вам будет назначено лечение, в том числе лечение психотерапевтическое, ой, медикаментозное, простите. Вот. И в результате вам будет оказана та самая помощь, которую вы, ну, которую вы хотели бы, например, получить. Вот. И, значит, в процессе лечения, конечно же, будет и психотерапия, и вот уже на психотерапии, да, можно будет, ну, только после того, как вы будете приведены в соответствующее состояние, да, только после того, как вы, ну, после того, как вам будет как вы будете введены в определенное состояние, да, когда вы будете восприимчивы к, значит, терапии, вот, вам можно будет помочь. А пока что есть слишком большой риск, слишком большой есть риск того, что, вот, помощь вам, она просто-напросто ни к чему не приведет. Потому что вы находитесь в слишком тяжелом для себя состоянии. Дальше. Вы говорите, что ищите человека, который действительно хочет помочь, а не заработать на проблему. Много достаточно людей вам уже по этому поводу описывала, вот. Ну, в принципе, я думаю, что можно сказать и мне тоже пару слов по этому поводу. Вот. Дело в том, что, значит, начиная работать с психологом, я не стремлюсь зарабатывать именно на проблемах людей. Вот. Но, поскольку на помощь людям уходят в мое время профессиональные знания и, соответственно, силы, то я думаю, что любой труд должен быть оплачен. Вот. Я, правда, не считаю, что, вот, то, что вы сказали, ну, то, что вы озвучили, означает, что вы хотите бесплатной помощи. Я думаю, что вы просто дали понять, что хотите себе специалиста, который действительно будет ходить, ну, который действительно будет нацелывать именно на результат, а не на просто заработок денег. Я думаю, что вы так написали, вот. Ну, тем не менее, тем не менее, тем не менее, да. Ну, вот. Не совсем понятно, по каким критериям вы будете выбирать специалистов, потому что, ну, вот, вы задали вопрос, да. Как вы будете выбирать специалистов, по какому признаку, по какому принципу вы будете выбирать? По количеству ответов, которые, ну, по размеру ответа, который он вам дал? Или как-то еще, понимаете, то есть это вот, ну, там, такая история, да, то есть вы здесь как бы призываете людей, ну, в данном случае нас, как-то соревноваться с вам, соревноваться друг с другом, точнее не с вами, а друг с другом соревноваться. Ну, мне кажется, что это далеко не самый лучший расклад, если честно, потому что, ну, то есть я могу представить, что вы ищете, я могу понять, что вы ищете себе специалистов, я могу это понять. Ну, так, если вы ищете себе специалиста, ну, можно посмотреть в профиле, да, почистать ответы, вот, собрать, в конце концов, другие вопросы, которые задают, задают, и вы увидите, в принципе, в принципе, что, как, вот, мы отвечаем, вы увидите, что, как мы работаем, вот. Вот, мне кажется, так было бы, ну, по крайней мере, знаете, может быть, ну, может быть, честнее, честнее, что-ли, вот, по отношению к, по отношению к нам, вот. Ну, впрочем, это уже демагогия, то, о чем я сейчас говорю, вот. Я надеюсь, что основную мою мысль вы поняли и сделаете, сделаете из нее выводы, из этой мысли, потому что это, правда, очень важно, вот. Я верю, что вам тяжело, я верю в то, что у вас сейчас кризис, я верю в то, что вы не справляетесь сами, вот, я верю в то, что вы сейчас переживаете не самый лучший период в своей жизни, я верю, что вам нужна поддержка, вот. А, на этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, вот. Если вам что-то интереснее, да, вы можете меня спразднить, это будет бесплатно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.